Ну что же, еще о спорте, но теперь уже к теме Олимпиады переходим. Даешь молодежь. У сборной России самые молодые медалисты Олимпиады в Рио. Такой вывод можно сделать по итогам пяти соревновательных дней. В копилку нашей сборной пополняют в основном новички игр, что вообще-то приятно. Средний возраст команды 22 года. Золото нашей команде, например, принес один из самых юных дзюдоистов на этом турнире. Хасан Халмурзаев. Серебро завоевали ряд 19-летних спортсменов. Это стрелок Виталина Бацарашкина, гимнасты Никиты Нагорный, Иван Стритович. В рядах гимнастов есть и 16-летняя спортсменка Ангелина Мельникова, Сидет Тлахян 17 лет, а бронзовому пловцу Антону Чубкову 19. Для всех игры в Рио стали дебютными. На Олимпиаде в Рио вновь пополнились ряды пострадавших спортсменов. В этот раз неудачником на пути к высшим достижениям стал армянский штангист Андраник Карапетян. Он пытался поднять штангу весом 195 килограммов. В этот момент левый локоть тяжелого атлета развернулся под неестественным углом. 20-летний Карапетян с криком выронил штангу и покинул помост в сопровождении врачей. Это уже не первая серьезная травма на играх. 8 августа голландская велогонщица Немик Ван Влютон упала на скользкой трассе. Она претендовала на золотую медаль. В итоге оказалась в больнице с переломом позвоночника и сотрясением мозга. Днем ранее на том же повороте упал итальянский велогонщик Веченца Нибболи. Трамма у него тоже серьезная. Двойной перелом ключицы. А ведь он тоже боролся за первое место. А первым серьезно пострадавшим на играх стал французский гимнаст Самир Айцаид. Он неудачно приземлился после опорного прыжка. Но и в итоге двойной перелом голени. Фотографии такие, что мурашки по коже. Но спортсмен, конечно, ждет долгий период реабилитации. Но больше всех играм рады бразильские воришки. Олимпиада самая криминальная. Преступники с фавел уже обогатились и озолотились за эти пять дней игр. Эта ночь тоже не прошла бесследно. На этот раз обчистили российского пловца Евгения Каратышкина, который, правда, в Рио приехал в качестве туриста. Вот тебе и отдых под дулом пистолета. Вооруженные преступники ограбили его около многолюдного пляжа. Об этом спортсмен рассказал в своем инстаграме. Сегодня по дороге в ресторан Астор на обед в районе пляжа Ипанема я был ограблен двоими неизвестными с оружием. Спешу сообщить, что со мной все хорошо. Разошлись полюбовно. Я им все из карманов взамен на захватывающую историю для потомства. Недорого, но волнительно.